Я думаю, что я сейчас еще немножечко скажу. И это касается действительно невероятно простой нерешенной задачи. К сожалению, она может быть совсем легкой, а может быть совсем сложной. Мы ее подискутируем с Сергеем Владимировичем Конякиным. Он сказал, что она безнадежна. Итак, в чем уже состоит эта задача? Мы все не будем сильно спорить с тем, что вопрос от 0 равен 0, вопрос от 1 равен 1, вопрос от 1 равен 1, я не напомню, мы уже обсудили, и мы даже не очень даже возражали против того, что тут по правилам есть. Важно, что мы выбрали. Х вопрос от х. А здесь мы написали график. Игра равно х. Итак, в этой точке вопрос от 1 равен 2. В этой точке вопрос от 1 равен 2. В этой точке от 1 равен 2. Вопрос от 1 равен 2. И теперь мы смотрим на противительную, доказанную нами вею, лишь в рациональной точке, производная нота. То есть здесь униция растет вот так, здесь униция растет вот так, и здесь униция растет вот так. К сожалению, мы с вами с собой не доказали, что будут все эти прерывы, но по крайней мере это сформулировали. Давайте в это сейчас поверим. Поверим, поверим. Я думаю, что это хорошее упражнение, оно несложное. И я сейчас в кое-каких упражнение решил, даже по просьбе слушателей, чтобы доказал, что он хотел пропустить, но вот это упражнение. По непрерывности. Вот здесь, вот здесь есть два пересечения. Ну или больше. Тя, я думаю, что упражнение вопроса, который сравнивает, как совершенность вируса у нас замечена, имеет больше корней. Нерешенная задача показать, что ровно без корней. Сколько корней, я сломаю, сколько корней имеет уравнение вопроса от х равно х? И здесь вопрос, значит, сколько корней имеет уравнение вопроса от х равно х, а вопрос – это знак вопроса. Это двух разных смыслов. Вот. Когда я стал изучать функцию вируса, появился вопрос в этой задачке, я думаю, что это очевидно легкая задачка. Вообще, есть специалист замечательный, там, у Василий Матковского, литовец Пьедрю Салкаускас, он много, так сказать, занимался со своими. У него в большом обзоре написано, что имеется пять корней. Ну, все, ну, понятно, это там умеется, снимается, я дурак, хорошо. Нет, имеется, что значит, что не имеется, ровно бед. Я дурак, я говорю, есть ссылка на какую-то работу. Я в связи, да нет, это компьютерное вычисление показывает, что есть корня, не доказано. То есть он, мне очень аккуратно выразился, компьютерное вычисление показывает, что там вот ровно эти корни. Нет, ну, короче, других нет. Пресконечно считать. А? Компьютер не может посчитать все, бесконечно. Не доказано. Это открытая проблема. Ну, вот у меня есть студент, который сказал, что все, кроме вот тревиальных корней, все в форме рациональные. Конями спросил, а можно доказать, что существует рациональное обвинение? У меня студент доказал, что все в форме рациональные, несложно, он запишет рациональное. Ну, то есть, все-таки это не рациональное число. Они не рациональные и некогда различные рациональности. Не сложная цель, она новая, я думаю, что это нормально, незаметно выполнять в ближайшие годы, понятно?